День рождения города или региона А сегодня у нас в гостях человек, который долгие годы изучал людей Хабаровского края, то, как им живется, как они себя чувствуют, на что надеются и рады ли они, что вообще живут именно здесь. Итак, Николай Михайлович Байков, почетный гражданин Хабаровского края, доктор социологических наук, профессор Российской академии народного хозяйства государственной службы при президенте Российской Федерации отделения в Хабаровске. Здравствуйте. Добрый день. С наступающим праздником. Спасибо. Кстати, как ваши предки оказались на Дальнем Востоке? Ну, как и все живущие на Дальнем Востоке, все это приезжие, мигранты, если можно назвать, социологи мы называем, это люди, которые были подвержены такой мобильности трудовой. Поэтому по линии отцовской, это люди, которые жили в центре России, в Нижегородской губернии, потом области, потом Горьковской области, там и так далее, где папа родился. По линии материнской, мама, это украинцы из подрусского города Николаева. Украинцев очень много у нас. Наполовину я русский украинец. А я белорус и гуран. Ну, в целом, конечно, надо говорить о государственной политике заселения Дальнего Востока. Она длится веками, начиная с Ивана Москвитина, который в конце 16 века пробил путь, и потом 100 лет был перерыв, потом 17-19 века, активное освоение русских переселенцев и так далее. То есть государство двигалось на восток, потому что Запад и Юг были перенаселены уже народами. Здесь были свободные земли, и поэтому государственная политика была направлена и в дореволюционный период 17-го года, и в советское время это была активная политика заселения. А все остальное, конечно, много было связано с тем, что притягивала, земля притягивала в первую очередь, откуда-то выталкивала, а отсюда притягивала. Вот это притяжение, оно как раз не случайный характер носило. Мне кажется, самый сложный был тот период, опять же, в начале 90-х, пожалуй, когда как бы оборонное значение Дальнего Востока стало подвергаться сомнению. Я помню, даже публикации были в центральной прессе о том, что нечего на Дальнем Востоке держать постоянное население, пусть работают вахтовыми методами. Мне кажется, для людей, которые в свое время сделали выбор, мы работаем здесь, мы живем здесь, было очень болезненно, они стали себя чувствовать ненужными. Ну, вообще, конечно, эти 90-е годы, это трагедия Дальнего Востока, поскольку он, по сути дела, был брошен, и я согласен с вами, что и армейская составляющая здесь имеет свою роль, потому что из тех уехавших, которые покинули миллион, это те, кто служил в Дальнем Востоке, члены семьи их и так далее. Ну, это понятны эти причины, но что здесь можно сказать? О том, что оборонное значение, оно всегда есть и сохраняется в Дальнем Востоке, в настоящее время, тем более, в связи с событиями, которые происходят сегодня на наших границах и здесь, на восточных границах, вокруг Тайваня и так далее, американское усиление происходит и так далее. Ну, больно или не больно для старшего поколения? Ну, конечно, всем нам больно, потому что мы здесь родились, мы видели, как поисчезали крупные предприятия в эти годы, уже их не восстановить и так далее. Жалко, конечно, много уехавших друзей, товарищей, родственников и так далее, кто уехал и так далее. Ну, это объективные вещи, которые уже сегодня не изменишь. Вот парадоксальная вещь. Я думаю, психологически дальневосточникам стало легче в тот момент, когда вся страна в целом стала чувствовать себя более тревожной последние 10 лет. После того, как мы перестали видеть друзей во всем окружающем мире, как бы оборонное значение Дальнего Востока все возрастает. И теперь, мне кажется, как раз наоборот, жители Хабаровского края должны смотреть в будущее с оптимизмом, потому что Хабаровский край – это однозначно то, что стране будет надо в ближайшие 100 лет. Ну, и Хабаровский край, и Дальний Восток – это, бесспорно, та жительница, которая… Понятно, что это тот отдаленный вектор развития и тот центр, который в годы середины века или будущего века будет очень сильно развиваться, потому что здесь ресурсы огромные, сосредоточенные. И, бесспорно, здесь, конечно, ощущения наши связаны прежде всего с тем, что нужность наша нужна, она не просто нужна, она подтверждается и государственной политикой, которая связана сегодня с освоением Дальнего Востока, вложением огромных миллиардов, которые связаны с этим. Вот мне кажется, что за 30 лет случайно дальневосточники уже уехали, те, кто остался – это уже полноценные коренные жители Хабаровского края, в том числе потому, что за последние 30 лет мы много чего пережили здесь, и, соответственно, у нас объединяет общая сложная история, сложная судьба. Мне кажется, сейчас вот те, кто остался, не должны выезжать. – Ну, вопрос отъезда, приезда – это, конечно, очень сложный вопрос. Было несколько таких вот волн, если можно назвать. Да, уехали, в первую очередь уехали те, кто потерял работу, службу и так далее, если это касается военных, там, так далее. Множество брошенных военных городков у нас, к сожалению, было в эти годы, 90-е произошло. Но уезжал это в первую очередь, уезжали те, у которых корни были, там, допустим, в Центральной России, на Украине. – Ну, какие корни у всех есть? – Ну да, у всех практически они есть, потому что мы оттуда приехали, и там они у многих остались. Поэтому уезжали люди старшего поколения, первая волна была такая. Сегодня, к сожалению, это, конечно, горько и обидно, о том, что уезжают молодежь целыми классами, родители молодого возраста, которые считаются там комфортнее, там, более обеспеченным можно быть, там, более образованным, наверное, можно быть, в том плане, что широкий круг возможностей и доступности к культурным ценностям. – А у вас есть советы? Как их удержать? Ну, вроде как, экономическое будущее есть, оно просматривается. И действительно, уровень жизни в Хабаровском крае, объективно, он достаточно высокий. Реально, сравнить хотя бы с Приморьем у нас немножко, даже по сравнению с Приморьем, повыше, как их удержать? – Ну, по материальному уровню, конечно, но такая вот не столько экономическая, сколько уже политическая задача, и в целом для всей страны, для Дальнего Востока особенно, озабоченность вызывает у людей, это рост цен, потому что цены растут в геометрической прогрессии, они всегда… – Ну, к сожалению, они везде, они во всем мире растут. – Ну да, у нас больше растет, чем, допустим, в Краснодаре или в Центральных, где возможно, типа, больше экономические, логистики другие и так далее и тому подобное. Поэтому здесь рассчитывать на то, что как-то удержать здесь людей, ну, можно удержать, наверное, молодежь. – Я думаю, что вот как работник образования, что в первую очередь, это, конечно, надо вкладывать в образование на всех уровнях, тому, чтобы у молодежи формировались, ну, те смыслы и образы, которые притягивают их к этой земле. А притягивают за счет того, что есть возможность получить ту профессию, ту работу, которая меня интересует, есть возможность получить доступное жилье или купить и приобрести его, там, создать семью, выращивать детей и так далее. То есть вот эти центры, магниты, как говорится, притяжения, их, конечно, недостаточно. Вот мы всегда рассматриваем вот этот процесс социализации молодежи. Вот она проходит от нуля до 35 лет, как сегодня считается молодежью. Вот такие вот пять этапов, которые очень важны. Первый из них – это образование. Второй – надо выбрать профессию. Третий – надо создать семью. Четвертый – надо вести здоровый образ. Пятый – это надо гражданскую позицию свою иметь, чтобы отстаивать то, чем ты живешь. Поэтому вот особенность заключается в том, что вот недовложение со стороны семьи, общества, государства на каждом этапе, оно оборачивается тем, что мы потом начинаем вспоминать, а почему она уезжает. А потому что в детском садике недополучил, в семье недополучил, в школе недополучил. Ну вот, а потом пытаемся его уговорить, а он и не хочет. Мне кажется, что здесь на этих огромных просторах, конечно, большую роль играют и экономические такие вещи, как строительство заводов и так далее, связанные с добычей ресурсов, переработкой их и так далее. Но главное – это должно быть наукоемкое всего. Надо вкладывать в образование, в цифровизацию, в постиндустриальное наше общество, потому что малыми силами, мозгами можно создавать ресурсы, ну, как Япония. Мне кажется, все это сейчас появляется. И лично я, честно признаюсь, лет 20 назад уже собирался уехать, собственно, знал куда. Но что удержало, я почувствовал, что вот здесь люди другие. Как мне кажется, со стороны, ну, со стороны я не социолог, есть определенный дальневосточный характер, он как наше произношение. Вот приезжие говорят, что у нас хороший русский язык, близкий к литературному, потому что крайности нейтрализуются. Так же, мне кажется, и в нашем характере. Характер жителя Хабаровского края, он избегает вот крайности, которые, к примеру, есть в Краснодарском крае, своеобразное население. А у нас в целом люди более доброжелательные, менее склонные к сенофобии, более терпимые. Конечно, к сенофобия у нас тоже случается, но по сравнению с другими регионами гораздо меньше. Согласитесь? Ну, у нас 140 националистей живет в Хабаровском крае. Если в России их 190 где-то там порядка. Мы научились уже ватс. У нас 142. То есть у нас некая микромодель российского государства, только на территории одного региона получается. Ну, что касается дальневосточного характера, ну, наверное, он есть как бы общий такой дальневосточный характер, закаленный природными условиями, суровостями жизни там. Ну, люди в таких условиях, когда они не испорчены, так можно сказать, и благополучием, и изобилием всего и так далее, то они все ценят, высоко ценят, и несут ответственность за то, чтобы сохраниться и так далее. Ну, характер это же, вот мы как социологи рассматриваем это отношение. Отношение к работе, отношение к семье, отношение к земле, на которой ты родился, к друзьям там и так далее. Вот эти совокупности всех этих отношений, они как бы вылепливают людей. Ну, у нас люди, которые живут, допустим, в Хабаровске, имеют свой как бы акцент этого характера вот в этих отношениях. Да, люди, живущие в Охотске, другой немножко акцент. Ну, в целом, мы русские люди. Мы русские люди, которые живем на Дальнем Востоке. А русский человек, человек, у которого множество корней. Украина, Белоруссия. Конечно, да. Мы терпимы, как всему. Сегодня озабоченности, вот те, которые мы фиксируем по результатам исследований в отношениях тех трудовых мигрантов, которые прибывают из стран СНГ, они, как вы правильно говорите, на таком бытовом поведенческом уровне. К нам часто жалуются, но жалуются люди не на их национальность, исключительно на манеру поведения. Естественно. А вот если он научился себя вести в приличном в обществе, не имеет никакого значения, какая у него фамилия. Согласитесь? Ну вот к характеру. Конечно, это действительно, я согласен. К характеру, если вот когда едешь в автобусе, или особенно в маршрутке, и видишь, что этот человек громко разговаривает на своем языке, и при этом, даже не будучи водителем, и видишь, что он нарушает соответствующие правила движения, то это отношение он демонстрирует к работе, которую он занимает своё. Вот это его характер. Это черта культуры, которая, может быть, ещё не освоена таким образом. Ну вот над этим надо работать, конечно, чтобы не было этих взрывов. Кстати, сейчас же к нам снова ваши земляки, украинцы, стали прибывать. Как вы думаете, останутся они здесь? Климат суровый. Ну, извините, они как бы пребывают в статусе беженцев, большая часть, к сожалению, вынужденных беженцев, потому что там разрушено, там разрушено и так далее. Ну, ведь та часть, которую мы сегодня защищаем, людей, которые страдают больше всего, Донбасса и вот этой малой Новороссии, если так можно сказать, вплоть до Николаева там и так далее, они, ну, по характеру, по отношению, по ментальности, это русские люди, по большому счёту. Поэтому, ну, многие здесь адаптируются, хотя сокращение идёт у нас, вот, судя по статистике всего населения, и славянские группы бывают, и разные национальности уменьшаются и так далее, между переписями такая численность сокращения происходит, но яндром остаётся русский этнос, славянский этнос, в том числе и украинский. И уверенность в том, что, конечно, ну, многие из них остаются здесь, мы видим это, они на заводах работают, на стройках и так далее. Если бы у вас была возможность снова родиться в любом месте мира, вы бы какое выбрали? Ну, знаете, я много поездил за свою жизнь и по стране, и по разным причинам, и рабочим, и туристическим, и так далее. Ну, была возможность остаться и в Москве, и в других городах, но родина у меня здесь, корни у меня здесь, все корни. Поэтому куда-то двигать сегодня, коней, как говорится, не меняет на переправе. Поэтому я остаюсь дальневосточником, жителем Хабаровского края. От души поздравляю всех, пожелаю благополучия в семьях, чтобы личное благополучие сочеталось с нашим общественным социальным развитием. И вас поздравляю, благодарю от имени всех жителей Хабаровского края за то, что вы делаете. Спасибо. В гостях был Николай Михайлович Байков, почетный гражданин Хабаровского края, доктор социологических наук, профессор Российской академии народного хозяйства в государственной службе при президенте Российской Федерации отделения в Хабаровске. А программа «Политпрайм» продолжится. После короткого перерыва займемся политикой. Редактор субтитров А.Семкин